Уральские пельмени Он производитель Южного Урала и пользуется большой популярностью среди жителей и гостей города. Никола Зимний – это день народного календаря, в который почитают святого Николая Чудотворца. По преданию, в этот день Никола Угодник спускается с небесных полей на заснеженную землю для того, чтобы отогнать все темные силы от русской земли. В наши дни традицию празднования Николы Зимнего решили продолжить на Южном Урале, собирая большое мероприятие в духе народных ярмарок с песнями, забавами и большим количеством яблок. Одной дегустацией дело не ограничивается. Гости праздника не только пробуют пельмени, но еще и выбирают лучшее. И учитывая богатые уральские традиции в приготовлении этого блюда, жюри сегодня очень строгое. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, какие пельмени сегодня попробовали? Мы сегодня попробовали, ну, очень вкусные пельмени из Парижа. Там до того вкусный фарш, очень вкусное тесто и вообще праздник сегодня великолепный. Борьба за звание народных пельмень в этом году разразилась между 11 производителями. Кто пельменей не едал, в жизни счастья не видал! Здравствуйте! Приятного аппетита! Спасибо! Как вам пельмешки? Очень вкусные пельмешки, очень даже. Просто все по-домашнему. Пошла пробовать пельмени? Нет, мне мама не разрешает. Пельмени не разрешают есть. Чувствуется приближение Нового года? Деду Морозу письмо написали? Мне больше всего на этом празднике, чтобы понравились эти пельмени. Пельмени? Да. Ну ладно, ты любишь пельмени? Да. Ну где же ты, любовь моя? Самые красивые, самые нарядные, самые веселые. Девушки, походите. Вот их компания. Сколько заплатили они вам за рекламу? Нисколько. Огромное многообразие производителей мясных продуктов. Мы сегодня здесь встретили на фестивале «Уральские пельмени» на Николу Зимнего. И рада представить вам представителя фабрики «Уральские пельмени». Вас как зовут? Юлия. Юлия, очень приятно. Расскажите, почему приняли решение участвовать в фестивале? И что сегодня приготовили? Чем будете удивлять? Ну, почему мы решили участвовать? Посмотрите, вокруг сколько счастливых, радостных, веселых лиц. Ну как можно было пропустить эту радость и это счастье? А так наша главная задача дарить людям радость, удовольствие и приятные моменты от вкусных пельмени, но мы не могли мимо пройти. А представляем мы сегодня торговую марку в Ярминске. Гости фестиваля сегодня могут не только испробовать, насколько хороши пельмени, но и оставить свой уникальный рецепт пельменей, вареников или соусов к ним. Благодаря вот такой вот книге рецептов. Это были на сдачу русского народа. В этом году фестиваль особенный, юбилейный, поэтому и программа у него особенная. Я думаю, что у каждого должен сформироваться свой талисман. У меня, например, это вилка. Я каждому советую себе завести, прежде чем идти на наш фестиваль, потому что с каждым годом участников фестиваля, тех, кто привозит нам свою продукцию, становится все больше и больше. Мы видим такое многообразие пельменей, такое многообразие продуктов фермерского хозяйства. Это все сделано руками наших с вами сельских тружеников для вас. Уральские пельмени на Николу Зимнего 2017 проводятся в тематике пельменной олимпиады со всеми сопутствующими атрибутами. И, как и полагается Олимпийским играм, началось все с настоящего парада команд и с зажжения олимпийской кастрюли. С удовольствием представляем вам одного из организаторов фестиваля «Уральские пельмени на Николу Зимнего» Владимира Огородова. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Все происходило в тематике пельменной олимпиады. Откуда пришла такая идея и все ли удалось реализовать? Перед нами стояла задача сделать интересное народное мероприятие. Мы немного подумали, и у нас родилась замечательная идея. Давайте мы сделаем пельменную олимпиаду. Учитывая опыт прошлого года, когда был мороз под 30 градусов, нам хотелось привлечь внимание населения, чтобы они не мерзли. В следующем году мы постараемся вас чем-то удивить. Будет интересно, будет захватывающе, будет энергично и весело. Приходите. Несмотря на то, что соревнования шуточные, страсти в них кипят под стать настоящей олимпиаде. Пока тематические анимационные зоны, наполненные духом соперничества, на сцене разворачиваются свои соревнования. Там сегодня в рамках конкурса «Урал событий» выступают самые лучшие коллективы Южного Урала. Праздник собрал артистов разных жанров. Каждому что-то придется по душе. Однако победителя определяют члены жюри. Но, как уверяют организаторы, определение лучшего вовсе не главное. Важно показать, насколько богата разнообразными талантами наша земля. Не замерзли? Замерзли. Холодно. Как греются артисты? Танцы. А праздник тем временем достигает своего апогея. Настало самое время назвать победителей голосования «Народный пельмень» и конкурса «Люжный Урал событий». Кто же сегодня на нашем фестивале стал по истине «Народным пельмением»? «Пельмением» и «Пельмением». Номинация «Народный пельмень» по мнению экспертного жюри бронза достается. «Уралснап» торговая марка «Альмега». Почетное серебро. Обручевские лесные полуфабрикаты ИП «Прородский». Побеждает ИП «Пыков». Супермаркет «Золотая подкова». Праздник достигает своей кульминации и мы рады представить вам победителей в номинации «Народный пельмень». Вас выбрал народ сегодня. Мы счастливы, мы счастливы. Каково это быть победительность? Это выше всего. Мы для людей, мы с любовью. Внимание, третье место в номинации этой ярмарки краски. ИП «Уратов». Второе место получает компания «Равис». Птицефабрика «Сосновская». Первое место «Калинка». Тесто и мясо. Что нужно для того, чтобы победить? Желание. Ну, нужно просто делать продукцию, за которую не стыдно. Которую ты потребляешь сам и которую не стыдно продать нашим дорогим потребителям. Первое место. Диплом вручается Всероссийскому Бажовскому фестивалю народного творчества. Первое место занял Бажовский фестиваль. Поздравляем победителя. Спасибо большое. Сегодня чувствовался дух соперничества? Конечно, конечно. До конца волновались. Был такой мандраж хороший, спортивный. Ну, собственно, выиграли и очень этому рады. Вот и подошел к концу пятый юбилейный фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего». Отгремела пельменная олимпиада, артисты завершили свои выступления, а гости выбрали народный пельмень. Следующий праздник состоится ровно через год, и мы уверены, он будет еще размашистей и еще веселее. «Уральские пельмени на Николу Зимнего» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова